Здравствуйте! Сегодня 4 апреля и у нас, как обычно, есть интересные новости, которые мы просто обязаны вам поведать. Итак, Microsoft, наконец, решила спор с Apple по поводу SkyDrive. Disney закрывает легендарную студию разработчиков. Twitter и Facebook плотно занялись платформой Android. А теперь подробнее. SkyDrive — облачное приложение для хранения данных и работы с ними — обновляется до версии 3.0 и становится вновь доступным для iOS. Новая версия SkyDrive получила поддержку iPhone 5 и iPad mini. Более того, теперь можно скачать HD-приложение для iPad Retina. Обновление привнесло новые элементы дизайна и улучшенные опции сохранения информации. Напоминаем, ранее SkyDrive убрали из App Store из-за разногласий между Microsoft и Apple по поводу внутренних транзакций в SkyDrive. Яблочники претендовали на их часть. Как в итоге компании решили, этот спор неизвестно, однако приложение вернулось в App Store и его можно скачать прямо сейчас. Вчера вышло обновление твиттер-клиента для Android до версии 4.0, и оно вносит серьезные изменения. Во-первых, был сильно переработан графический интерфейс. Теперь он стал более удобным и приятным глазом. Во-вторых, устанавливать приложение, ссылку на которое прислали вам друзья, можно прямо из твиттера. К тому же теперь стало удобнее начинать с кем-то диалог, используя его имя и хэштеги. Новая версия твиттера доступна на Play Store. Налетай! Компания Disney закрыла знаменитую студию разработчиков видеоигр LucasArts, которая являлась игровым подразделением LucasFilm. В Disney, которая, как известно, недавно приобрела LucasFilm, считают, что лучше лицензировать проекты для сторонних разработчиков, чем заниматься внутренним производством игр. Пока не ясно, какая судьба ждет проекты Star Wars 1313 и Star Wars First Assault, которыми занималась реформированная студия. В Disney по этому поводу молчат как рыбы. Facebook обещает показать свой новый дом на Android. Скорее всего, компания Марка Цукерберга представит модифицированную версию Android с глубокой интеграцией сервисов соцсети в саму операционную систему. В качестве аппаратной платформы, скорее всего, будет использован смартфон HTC, с которой Facebook начала сотрудничество в рамках проекта «Социальный смартфон». Никакие подробности пока не разглашаются. Официальная презентация загадочного устройства произойдет уже сегодня. Следите за анонсом на 3dnews.ru А пока у нас все. Читайте больше хороших новостей и кушайте овощи и фрукты, чтобы побороть весенний авитаминоз. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok